Моё почтение, дамы и господа, с вами я, Фейт. Давненько не было обзоров микрофонов, и поэтому сегодня у нас новый бюджетный король Fifine K683A. Посмотрим, что он из себя представляет, а также протестируем. Ну а вы, если тут впервые, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки, а мы начинаем. Начнем с цены. Покупал я его за 4250 рублей, но вот же незадача. Я хотел сделать скриншот нынешней цены на Алиэкспресс у официального продавца, где была доставка из России и все так классно. А этого микрофона уже нет, поэтому если в описании есть ссылка, значит он появился к моменту выхода видео. Ну а мы переходим к самому микрофону. Итак, поставляется он в крепкой, красивой, фирменной упаковке Fifine, поэтому подарить такой микрофон другу будет не стыдно. Открываем коробочку и нас встречает, конечно же, инструкция с характеристиками микрофона и благодарственное письмо от продавца. Далее в самой коробке идет микрофон в паралоне, мягком. И еще одна коробочка, в которой в свою очередь есть провод для подключения и питания микрофона. Длина провода 2 метра, он толстый, мягкий, есть липучка, чтобы зацепить остаток ненужного провода. Но самое главное, что этот провод формата USB-B на USB-A или Type-C. И да, USB-A был в пластиковой защите, что очень приятно. Прикол в том, что вы можете подключить данный микрофон либо к стандартному USB-A, а можете к Type-C. Предупреждаю сразу, что не факт, что у вас этот микрофон удастся подключить к телефону. Об этом пишет также и производитель. Ну и кстати, на проводе есть два фильтра помех. Далее идет тренога. И в отличие от бюджетной версии микрофона Fifine K669, здесь тренога не пластиковая, а полностью металлическая. Люфта нет, резьба из металла и насадки на ножках сидят хорошо. И сами по себе не скользят. В общем, эта тренога мне определенно нравится. Ну и напоследок, в коробочке был поп-фильтр. Да, не обычная губка, которая по факту ветрозащита. А именно поп-фильтр, который легко надевается на сам микрофон. Он защищает вас от того, чтобы на записи не было слышно, как вы дуете в микрофон, когда говорите. А также от взрывных звуков. B и P. Выглядит поп-фильтр классно. Но мы еще проверим его в действии. Как он защищает от таких звуков? Собрали наш микрофон и теперь пройдемся по нему. Во-первых, он окрашен в черный, матовый цвет. Окраска хорошая. Сам корпус микрофона металлический. Металл обработан хорошо. Микрофон ничем не пахнет. Это важный фактор, ибо есть у меня сейчас один микрофончик с Али, обзор на который выйдет позже. Вот там вообще капец. Итак, сам микрофон у нас электретный, конденсаторный. Собственно, доп. питания ему не нужно. И звуковая карта тоже. Он питается и подает сигнал по одному проводу подключения. Диапазон записи и прочая информация по нему указана у вас на экране. Спереди у микрофона расположен логотип FIFINE. Кстати, по нему вы можете ориентироваться, ведь говорить надо именно в сторону логотипа. Под ним расположена регулировка громкости вашего микрофона. Хотите говорить тише? Поверните влево, а громче, соответственно, вправо. Ниже есть светодиод и кнопка, которая показывает, включен микрофон или нет. Собственно, вы можете отключать микрофон или включать его этой кнопкой. Зеленый индикатор горит, значит включен. Красный выключен. Микрофон можно наклонять в любые стороны, поворачивать и крепить. Также данный микрофон можно поставить и на пантограф, так как есть переходное кольцо. Сзади микрофона есть выход 3.5 джек. Сделан он для того, чтобы вы могли подключить наушники и слушать без задержек то, что вы говорите. Это очень важно при записи звука, чтобы вы могли подрегулировать микрофон. Итак, пока у меня только хорошие впечатления от данного микрофона. Стоит он недорого, большой комплект, сделан качественно. Но теперь самое главное. Звук. Тест микрофона Fifine K683A на расстоянии 15 сантиметров. Это рекомендованное расстояние для записи. Спокойным голосом. Раз, раз, раз. Проверка звука. Тест микрофона Fifine K683A на расстоянии 30 сантиметров. Да, так тоже можно записывать. Тоже спокойным голосом. Три, четыре, пять. Раз, раз. Проверка записи звука. Предупреждаю сразу. Сзади может быть слышны звуки собак. Да, увы, они мешают мне записи. Ну, да, что поделать. Их будет слышно на любом микрофоне. Может они гавкают так сильно? Ах, господи. Тест микрофона Fifine K683A на расстоянии 1 метр. Говорю уже громче обычного, чтобы слышно было лучше. Говорю прямо в микрофон. Через его поп-фильтр. Вот так вот. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Тест записи звука. Раз, раз. Тест микрофона Fifine K683A на расстоянии снова 15 сантиметров. Проверка звука. Пау, пау, парам-пам-пам, бам-бам-бам, бам-бам-бам-бам. Тоже расстояние, но уже без поп-фильтра, чтобы было слышно разницу. Пау, 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 парам-пам-бам-бам-бам-бам-бам. Пам-пам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. А теперь заключительный тест микрофона Fifine K683A с шепотом своего рода АСМР. И в принципе данный микрофон отлично справился со всеми заданиями. Вообще классный микрофон, я его точно рекомендую. Итог. Микрофон определенно качественно сделан. Начинка здесь хорошая. Однако стоимость микрофона 4250 рублей. А может сейчас уже и дороже. Определенно микрофон стоит своих денег. И я вам могу его рекомендовать. Однако если 4 или 5 тысяч для вас дорого, пожалуйста посмотрите обзор и тест микрофона Fifine K669, который я делал. Там микрофон стоит в два раза меньше. И звук там тоже отличный за свои деньги. И да, все ссылки на прошлые обзоры микрофонов и на сами микрофоны будут в описании. Обязательно загляните туда. Ну а я надеюсь ролик вам понравился. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А с вами был Фейт. До встречи в следующем видеоролике.